С подведения итогов летней оздоровительной кампании началось заседание попечительского совета. Прежде всего, это бюджет. Если говорить о местном, то было выделено на оздоровление детей 9 миллионов 195 тысяч рублей. Из областного бюджета 19 миллионов 362 тысячи. Эти деньги выделяются при выполнении ряда условий. Нужно сказать, что в 2017 году были изменены целевые показатели эффективности использования субсидий, которые устанавливаются правительством Свердловской области для всех муниципалитетов, в том числе и для Полевского. Что такое целевые показатели? Это те контрольные цифры, которые мы должны выполнить по каждому из видов оздоровления, на которые, собственно говоря, выделяется финансирование из областного бюджета. В случае невыполнения целевых показателей муниципалитет обязан вернуть деньги. Сразу предвосхищая, скажу, что мы не только выполнили, мы по отдельным позициям перевыполнили целевые показатели, которые были определены для нашего города. В лагере дневного пребывания этим летом отдохнули 1361 ребенок. В загородном лагере «Лесная сказка» было 4 смены, одна из которых была спортивная. В каникулы в лагере побывало 1637 детей. Еще 338 отправились на побережье Черного моря в санаторные лагеря. Если говорить о загородном лагере «Городок Солнца», который в этом году отметил свой 55-летний юбилей, то программа лагеря была отмечена высокой оценкой. В этом году путевки туда могли приобрести в большей части работники Северского трубного завода. Когда мы выставляем путевки на общие торги, мы просчитали вероятность, количество желающих. Получается, что у нас трудовой коллектив получил бы порядка 30% от того, что ему на лагерь мы тратим примерно порядка 50 миллионов ежегодно. Естественно, это нас совершенно не устроило. Поэтому мы первый раз вынуждены были отказаться. Мы вместе с нашими аутсорсингами предприятиями провели эту кампанию и ни копейки не получили поддержки от правительства Свердловской области. Естественно, так же, как от местной власти. Вот это называется социально ответственный бизнес. Все затраты мы прогасили сами. Мы договорились с профсоюзной организацией, с нашей, чтобы нам хоть как-то минимизировать наши издержки. Значит, увеличили стоимость путевок в два раза, до 7 тысяч. Наши аутсорсинговые предприятия, поскольку у нас одинаковый коллективный договор, купили у завода путевки также по полной стоимости, по коммерческой цене, и компенсировали своим трудящимся, значит, точно так же, как компенсировал завод, значит, часть стоимости путевок. Таким образом, в Полевском городском округе оздоровились различными формами отдыха 6 749 детей. Полевские ребята летом, как всегда, не только отдыхали, но и трудились. Еще одна важная задача, которую ежегодно решает Попечительский совет трудоустройства подростков в летнее время. Председатель Попечительского совета Михаил Зуев на предыдущем заседании обратился к попечителям с просьбой уделить этому вопросу особое внимание и по возможности создать условия для труда школьников. Этим летом в отрядах мэра работали 60 детей, в июне и июле они занимались благоустройством города. Средняя заработная плата составила 4400 рублей в месяц. Еще 40 человек трудоустроили на Северском трудном заводе, в Агроцвет 21, в Полевскую коммунальную компанию 20, всего 228 детей. Очень бы хотелось, чтобы максимум детей хотя бы две недели в летние каникулы поработали, немножко почувствовали, заработали там 3-4 тысячи, это было бы здорово. Может быть, это самый мощный воспитательный эффект имел бы именно вот этот годовой семестр. Но не у всех получается. Но, тем не менее, мы с вами, значит, время бежит быстро, должны думать и о следующей компании, и думать, как же нам все-таки, каждому нашему, значит, члену попечительского совета принять участие в этом мероприятии. Два-три человека найти, придумать что-то, но обязательно трудоустроить. Это, я говорю, считаю, что это самое эффективное мероприятие в воспитании подрастающего поколения. Если мы дадим возможность заработать, деньги они просто и так получили. Еще одним вопросом повестки заседания попечительского совета стало подведение итогов подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. В нашем округе их 31. Каждый из них требует содержания и контроля. В ходе приемки серьезных замечаний со стороны надзорных органов не было. Недочеты были устранены в рабочем порядке. На подготовку образовательных учреждений было выделено из местного бюджета более 10 миллионов рублей. Конечно же, помогли и попечители, как деньгами, так и руками. За что их сегодня и награждают почетными грамотами главы ПГО. В конце обсудили смету на предстоящий учебный год. Все расходы будут направлены на поддержку образовательных учреждений в части проведения городских мероприятий. Это фестиваль самоцветы, солнечная акварель, различные спортивные мероприятия. Предусмотрены премии попечительского совета одаренным учащимся. На предстоящий год в смете появилась новая статья расходов. Это проект детского образовательного туризма, который называется «Детские путешествия в Полевском». Итого, смета превысила сумму в 2 миллиона рублей. Все эти деньги пойдут на благо полевского образования. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости. Твой день. Субтитры создавал DimaTorzok